Глава 12. Освобождение. Часть 2. Единственная основа для освобождения — истинное покаяние. Покаяние — это отвратиться от греха и посвятить себя исправлению своей жизни, чувствуя раскаяние, сожаление, угрызение совести. Вы не можете освободить кого-либо, если тот продолжает активно грешить или не хочет быть освобожденным. Вот четыре простых шага в освобождении. Первый. Выясните, через какие двери вошли оскверняющие грехи. Второе. Покайтесь и исповедуйте эти грехи, прося Бога простить вас и очистить. Третье. Прикажите демонам, которые вошли через эти грехи, оставить вас навсегда. Четвертое. Прекратите грешить. Приведите свою жизнь в согласие со Словом Божьим. Когда освобождение совершено как шаг веры, всякие демонические проявления запрещены. Это был главный ключ, который помог мне понять, чего именно хочет Бог при проведении служения освобождения. Неудивительно, что я тратила много времени, стараясь изгнать демонов из кого-либо. Позволяя демонам говорить через этих людей, я подталкивала их к греху и грешила сама. Это самое трудное. Заставить демонов уйти, пока допускается активный грех. В один прекрасный день, когда я поняла все это и начала достигать освобождения посредством шага веры, больше не было никакой борьбы с демонами. Освобождение стало очень простым делом. Мы, человеческие существа, привыкли все усложнять. Бог же все упрощает. На самом деле, освобождение означает вот что. Раскаяние во грехе, который позволил демонам войти. Приказание демонам, которые вошли через этот грех, выйти вон. Принятие верой, что Бог всегда выполняет свое Слово. Если человек совершает истинное покаяние в своих грехах, Бог очистит его, и демонам придется уйти. Когда исповедание грехов совершено, а команда «выйти вон» выполнена демонами, человек должен верой принять, что они ушли. Теперь давайте рассмотрим один за другим все эти четыре шага в освобождении. Шаг первый. Выясните, через какие двери вошли оскверняющие грехи. Как уже говорилось в 11 главе, я не верю, что демоны могут войти в человека через любой грех. Я полагаю, что так называемые «оскверняющие храм грехи», дающие демонам право войти в человека, подразделяются на три категории. Первая. Наследственность. Вторая. Любое вовлечение в оккультизм. Третья. Сексуальные грехи. Я писала о многих специфических грехах из этих категорий в предыдущих главах. Первый ваш шаг должен быть вот какой. Вам нужно сесть за стол с бумагой и карандашом, чтобы тщательно проанализировать всю свою жизнь, от рождения до сегодняшнего дня. Попросите Святого Духа освежить в вашей памяти все грехи, о которых вы забыли. Составьте их список. Очень полезно сделать такой список в хронологической последовательности. Если вы служите кому-то, попросите его рассказать о своей жизни все, что он помнит. Ищите грехи, которые попадают в эти три категории. Старайтесь избежать ошибок в определении симптомов дверей для греха. Люди часто приходят к служителю освобождения, жалуясь на депрессию, гнев, агрессивный темперамент и так далее. Это и есть симптомы. Их основа – грех, который позволяет демонам войти в человека. Все демоны являются причиной депрессии, гнева, бунта, ненависти и так далее. Всегда ищите главную причину возникновения этих эмоций. Далее. Будьте методичными. Я обнаружила, что одна из наиболее частых причин неполного освобождения заключается в том, что люди недостаточно методичны. Именно поэтому все должно записываться на листок бумаги. Если вы не сделаете этого, демоны будут смущать ваш разум, заставляя забыть то, что важно. Нет никакой необходимости в том, чтобы служитель освобождения просил детально рассказать о всех грехах. Особенно это касается обстоятельств сексуальных грехов. Если вы это делаете, то тем самым открываете дверь для всех видов искушения. Например, существует восемь категорий сексуальных грехов. Я просто спрашиваю, в какие из них вовлечен освобождаемый. Если вовлеченность обнаружена, я прошу записать на бумаге имена людей, с которыми совершались эти грехи, только лишь для того, чтобы исповедовать каждый из них отдельно. При этом я не прошу сообщать мне детали совершенных грехов. Вот эти восемь категорий грехов. Когда вы помогли человеку составить список входных дверей для демонического вторжения, очень важно постараться добиться от человека понимания того, чем грозит на практике его пассивность. Люди, вовлеченные в оккультизм, особенно подверженные проблемам депрессии и суицида, обычно имеют очень ленивый и пассивный ум. Люди в оккультизме привыкают выхолощивать свой разум, чтобы дать возможность демонам полностью контролировать и свой разум, и свое тело. Этих людей нужно особенно тщательно наставлять в том, как вновь обрести контроль над своим разумом, чтобы освобождение прошло успешно, а также чтобы удерживать демонов на расстоянии от себя после освобождения. Я также обнаружила, что наибольшую пользу приносят просьбы проанализировать, насколько плотный контроль установили демоны над человеком. Много лет прошло, прежде чем Господь показал мне, что чем менее пассивен человек в процессе освобождения, тем легче он остается свободным от демонов в дальнейшем после освобождения. Очень полезно бывает определить, насколько человек контролирует свой дух и насколько кто-либо другой имеет контроль над его духом. Нужно составлять два списка грехов. Первый – это те грехи, которые позволяют демонам войти в человека, грехи, оскверняющие храм. Второй – такие грехи, которые не попадают под категорию дверей для демонов, но тем не менее нуждаются в том, чтобы быть исповеданными. Пожалуйста, посмотрите приложение А, которое поможет вам разобраться со вторым списком. Служитель освобождения всегда должен много молиться. Если Святой Дух не дает вам внутреннего мира и уверенности в том, что человек, которому вы помогаете, абсолютно честен с вами в составлении списка дверей, следует приостановиться, пока не будет сделан этот шаг. Не перестаю поражаться, насколько изобретательно люди могут лгать. Очень многие совершенно невинно смотрели на меня и говорили, что поведали обо всех дверях, тогда как осмотрительно пропустили самое важное свои прегрешения. Не бойтесь подождать, никогда не начинайте освобождение до тех пор, пока Господь особо не проговорит вам об этом. Шаг 2. Покайтесь и исповедуйте эти грехи, прося Господа о прощении и очищении. Очень прискорбно, что сегодня так мало проповедуется о покаянии. Очень редко христиане сидят и составляют список своих грехов, которые они могут обдумать и исповедать каждый из них отдельно, перед Господом. Я нахожу, что те люди, которые делают это во время своей молитвы и обращения, затем имеют очень мало затруднений в том, чтобы быть уверенными в своем спасении. Очень много христиан буквально борются за свою уверенность в спасении. Убеждена, что если бы христиане были более прилежными в исповедании своих грехов, немногим пришлось бы вести такую борьбу. Исповедуя свои грехи, человек должен называть каждый грех, который в состоянии вспомнить. Он может приказать демонам уйти только после исповедания грехов, которые позволили демонам в свое время войти в этого человека. Я полагаю, что составление специального списка грехов и исповедание их, как я советовала ранее, является одним из способов выполнения того, что написано в послании Иакова, в 5 главе, в 16 стихе. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Грехи совершались один за другим. Так же, как один за другим, они должны быть и исповеданы, по мере возможностей. Если человек раскаивается в своих грехах и просит Господа простить и очистить его, он удаляет всякое законное основание для демонов цепляться к нему. Вот почему освобождение, проводимое по этому образцу, такое быстрое и легкое. Потребовалось 10 часов для полного освобождения Элани. С тех пор, как Господь научил меня достигать освобождения именно таким образом, я могу свободно помогать человеку, который настолько же сильно был нашпигован демонами, как Элани, и завершить освобождение всего за пару часов. Если вы не чувствуете, что человек действительно раскаялся в своих грехах, служение далее не проводите. Ждите, пока Святой Дух не привнесет обличения в его жизнь. Для этого могут потребоваться дни, недели, месяцы, годы. И вновь скажу, что вы должны быть очень чувствительны к водительству Святого Духа в каждом отдельном случае. Шаг третий. Прикажите демонам, которые вошли через оскверняющие храм грехи, выйти из человека навсегда. Многие люди спрашивают, почему они сами должны приказывать демонам выйти, когда Иисус ясно и понятно приказывал демонам покидать людей? Я думаю, это потому, что мы сегодня имеем Святого Духа, чья сила нам теперь доступна. Святой Дух не был доступен людям в те времена, когда Иисус ходил по нашей земле и учил. После того, как Он покинул эту землю и вознесся к Отцу, мы вошли в совершенно новый уровень Его милости. Писание теперь увещевает христиан очистить себя и со страхом и трепетом совершать свое спасение. Теперь мы несем такую ответственность, которую не имели люди, жившие в тот период времени, когда им еще не был дарован Святой Дух. Я обнаружила также, что если в один прекрасный день человек устанавливает власть над демонами внутри себя, они должны уйти. Это верно и для тех, кто был вовлечен в оккультизм. Люди в оккультизме привыкают слушаться демонов и позволяют им делать все, что тем нравится, и когда они того захотят. Это большой шаг для таких людей, познать, что если они однажды стали служить Иисусу Христу, то теперь в Иисусе у них больше силы, чем у демонов. Необходимо, чтобы люди устанавливали власть над демонами внутри себя во имя Иисуса. Если они не делают этого, то бывают неспособны удержать демонов на расстоянии от себя после освобождения. Нет необходимости знать имена всех демонов. Также нет необходимости приказывать демонам выходить по одному. Приказывайте им выйти вон через исповедание грехов, позволивших войти. Только в одном случае вам понадобятся специфические имена демонов для изгнания, если вы имеете дело с людьми, вовлеченные в оккультизм и с их фамильными духами. Но такие люди уже знают имена этих демонов. Если они говорят, что не знают, значит лгут. Никогда не бывает необходимым позволять демонам проявляться или говорить через этого человека. Чем более человек, которому служат в освобождении, контролирует демонов внутри себя, тем быстрее и легче произойдет освобождение. Вот наиболее распространенный вопрос. Если демоны не проявляются, как мы узнаем, что они ушли? Ответ прост. Потому что Святой Дух так говорит. Помните, что демоны — это духи, следовательно, мы не можем их видеть. Если вы доверяете подобным проявлениям как признаку того, что демоны ушли, вас обязательно одурачат, потому что демоны могут легко симулировать симптомы выхода. Только Святой Дух может видеть демонов. Вы должны полностью подчинить себя ему ради водительства. Если освобождаемый действительно раскаялся и исповедал свои грехи, демонам так или иначе придется уйти. Словом, вы верой должны принять, что они ушли, потому что Бог всегда выполняет свое слово. Шаг 4. Прекратите грешить. Наполняйте свою жизнь Словом Божьим. В сущности, это самый важный пункт из всего, что доступно людям. Это четвертый шаг в освобождении. Прекратить грешить. Вы должны быть истинным верующим в Иисуса Христа, чтобы иметь власть над демонами. Но вы не сможете быть верующим, если не будете еще и покорившимся. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15-21 стихи. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. Ничто не может заменить послушание. Если вы думаете, что верите и служите Иисусу, но еще не послушны Его повелениям, вы лжете себе. Вы не будете верующим до тех пор, пока не станете так же и послушным. В послании Иакова, 4 главе, 7 стихе читаем следующее. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. К несчастью, обычно цитируют только вторую часть этого стиха. Но если мы не подчиняемся Господу, нечего надеяться получить хоть какую-либо власть над демонами. Для меня нет ничего необычного в том, что я приостанавливаю работать с теми людьми, которые не желают удалить грех из своей жизни. Служить в освобождении тем, кто сознательно грешит, пустая трата времени. Много раз в таких случаях я просто молилась с человеком и просила Святого Духа обличить его в грехе. Еще я просила Господа работать в его жизни, чтобы привести человека в такое состояние, когда он сам захочет оставить свои грехи. Очень часто люди ищут освобождение только для того, чтобы избавиться от проблем, а вовсе не потому, что они хотят служить Господу и вести жизнь, угодную Ему. Глава 12. Освобождение Часть 3. Проблемы после освобождения Я пришла к выводу, что существует пять основных видов проблем, с которыми люди сталкиваются после освобождения. Первое. Страх, что демоны вернутся. Второе. Требование эмоционального вознаграждения. Третье. Пассивный разум. Четвертое. Нежелание принять демоническое давление как неизбежную черту, характеризующую жизнь в период жатвы. Пятое. Нежелание смирять свою плоть и греховную натуру. Давайте рассмотрим их. Первое. Страх, что демоны вернутся. Это самая распространенная проблема. Люди подолгу боятся, что демоны вновь войдут в них. Есть только две возможности для демонов вернуться в человека после освобождения. Первое. Если люди совершают грехи, оскверняющие храм. И второе. Если люди сами открыто призывают демонов вернуться. Помните, что демоны могут вызывать снаружи те же самые физические проявления, которые они вызывали, когда были внутри человека. Физические проявления или мысли – не доказательство того, что демоны вернулись. Человек должен стоять в вере, что они ушли. Если человек совершает грехи, оскверняющие храм, это открывает дверь, и демоны могут вернуться в еще большем количестве. Люди, которые пребывали в оккультизме, практически всегда испытывают искушение сделать еще одно последнее заклинание, чтобы добиться какой-то своей цели. Если они так поступают, это означает, что они приглашают всех демонов вернуться в них. Помните также, что Писание утверждает, что бунт равносилен греху колдовства. Вы не можете бунтовать против повелений Господа. Если вы упорствуете и ходите в непослушание и бунте, вам не удастся воспрепятствовать возвращению демонов. Часто я слышу от людей, что они не чувствуют разницы в своем состоянии до и после освобождения. Это нормально. Вера не нуждается в ощущениях. Плоды в жизни людей – показатель того, что они очищены. Нельзя полагаться на чувства, когда речь идет о духовном мире. 2. Требование эмоционального вознаграждения О, как мы, люди, любим эмоциональное вознаграждение. Люди всегда хотят чувствовать что-нибудь. Они хотят чувствовать, что демоны ушли. Они хотят чувствовать Божью любовь. Они хотят чувствовать себя хорошо. Однако наш путь – это хождение в вере. В ней не бывает чувств. Первое, что делает Господь, отучает нас от эмоциональных вознаграждений. Вы покоряетесь, независимо от того, что вы чувствуете. Ваши действия больше не зависят от ваших чувств. Демоны очень любят давать нам эмоциональные взлеты для того, чтобы накрепко привязать нас к ним. Люди, прошедшие через освобождение, не должны ожидать подобных взлетов и причислять их к духовным переживаниям. Одна из самых распространенных причин, вызывающих недовольство людей, мысли о том, что они не освободились от демонов, потому что не испытали ничего подобного тому, что обычно испытывают, читая Библию или молясь. Наша греховная натура не позволит нам чувствовать что-либо, когда мы исполняем Божье повеление, и мы не можем использовать чувства в качестве индикатора того, где находятся демоны – снаружи или внутри. Люди, которые были одержимы на протяжении длительного периода времени, склонны искать эмоциональные награды, которые им раньше давали демоны. Это один из признаков самодисциплины – начать хождение в послушание и вере нашему Господу, независимо от эмоциональных взлетов, коих мы так ждем. Третье. Пассивный разум. Это наиболее трудная сфера. Разум подобен мышце. Если вы не используете его какое-то время, он становится слабым и вялым. Всегда бывает болезненно возвращать активность в мышцу, которая не использовалась. В сотни раз больнее и труднее вновь овладеть пассивным разумом. Если кого-то использовали через выхолощивание разума, ему следует тренировать мозг после освобождения. Всякий раз, когда человек позволяет своему разуму опустить, он напрямую открывает дверь для возвращения демонов. Как только человек поймет, что именно он сам позволяет своему разуму быть опустошенным, он должен исповедать это как грех и затем приказать демонам, которые могли войти в такой момент, немедленно выйти вон. Я обнаружила, что самый лучший способ восстановления пассивного разума активно читать и запоминать писание, а также использовать старинные, испытанные математические таблицы. Одна из причин, почему люди зачастую ненавидят математику, заключается в необходимости тренировать свой ум для запоминания таблиц сложения, вычитания, умножения и деления. Вот почему фирмы, у которых хорошая вычислительная техника, зарабатывают много денег. Беда в том, что люди изначально ленивы. Я часто сталкивалась с тем, что люди, вовлеченные в восточные формы оккультной медитации, зубрили математические таблицы для тренировки своей памяти. Это весьма полезно для победы над пассивностью разума. 4. Нежелание принять демоническое давление как неизбежную черту, характеризующую жизнь в период жатвы. Иисус сказал нам в притче, что когда демон изгнан, он стремится вернуться назад, взяв с собой еще семь других демонов, злее, чем он сам. Я всегда говорю людям, что битва за то, чтобы остаться чистым после освобождения, в семь раз труднее, чем само освобождение. Многие люди просто не хотят смириться с трудностями, чего бы это ни касалось, но этого быть не должно. Послание к Галатам 6 глава 7-8 стих говорит нам, что мы пожнем посеянные. Если мы посеяли грех, позволяя демонам войти, то впереди нас ждет соответствующая жатва. Частью этой жатвы являются мучения, вызванные попыткой демонов вернуться в человека после его освобождения. Физические симптомы возвращения – обычное дело. Помните, что демоны могут вызвать снаружи те же самые симптомы, которые они вызывали изнутри. Один из видов демонического мучения после освобождения – шум в ушах. Люди не хотят смириться с ним и утверждают, что не были освобождены. Они отказываются смириться с тем, что является обычным для периода жатвы, отказываются также противостоять демонам. Люди делаются утомленными, если им приходится два-три раза запрещать демонам или демоническим мыслям. Однако в битве за то, чтобы остаться чистыми после освобождения, им придется тысячи раз запрещать демонам, им придется стать твердыми в своем хождении перед Господом. Демоны никогда не устают повторять свои попытки, а вот люди устают очень быстро. В случае с демоническими мыслями запретите им раз или два, а затем усильте свой разум при помощи Писания и не обращайте на демонов никакого внимания. Самый распространенный прием, который применяют демоны – посылание в человеческий разум плотских мыслей о том, что освобождение не произошло и что демоны вновь находятся внутри. Человек должен стоять в вере, что это не так. Если появились физические мучения, вы должны запретить демонам и стоять в этом. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев, устоять. Устоять – это тяжелейшая вещь из всего, что мы делаем. Пожалуйста, прочтите главу 4 из моей книги «Приготовься к войне» для более полного знакомства с периодом жатвы. Пятое. Нежелание смирять свою плоть и греховную натуру. Люди, которые позволили демонам войти внутрь себя, редко смиряют после этого свою греховную натуру. Это особенно относится к тем, кто был вовлечен в оккультизм. Пожалуйста, прочтите 10 главу этой книги для более полного знакомства с греховной натурой. Это обязательно для человека после освобождения – отбросить грех в своей жизни. Если он не сделает этого, то не сможет остаться чистым. Я собираюсь привести ряд случаев, чтобы помочь вам иметь правильный взгляд на двери. Все эти события произошли в реальности, но я изменила имена людей, чтобы не подвергать их опасности. Об освобождении людей, вовлеченных в сатанизм, я говорю в отдельной главе. Случай первый. Сьюзан, 33 года. Сьюзан ничего не знала о своем отце, потому что он покинул ее мать еще до того, как родилась дочь. В семье ее матери, однако, прослеживалась долгая череда душевных болезней. Многие из ее родственников были глубоко вовлечены в масонство и общение с мертвыми душами. Двери здесь – наследственность, масонство, общение с мертвыми душами, душевные болезни. Сьюзан росла чуть теплой католичкой. Она редко посещала церковь, но была там крещена, конформирована и получала время от времени причастие. Здесь двери – римский католицизм, крещение, конфирмация, причастие. Когда Сьюзан было три года, мать вновь вышла замуж. Ее отчим начал издеваться над Сьюзан, когда ребенку было четыре года. Он принудил ее к половой жизни и зверски с ней обращался. Здесь двери – кровосмешение, зверство. Как это часто бывает с детьми, которые подвергались сексуальным домогательствам, Сьюзан была вовлечена в многочисленные сексуальные контакты с самого раннего подросткового возраста. Здесь двери – беспорядочная половая жизнь. Сьюзан была смышленным ребенком и быстро выучилась гадать на картах, играть на доске Уиджи, освоила также способы, как становиться медиумом на сеансах спиритизма. Она также занималась гипнозом, вуду и, наконец, астральной проекцией. Здесь двери – колдовство, гадание на картах, игра на доске Уиджи, гипноз, вуду, астральная проекция. Однако в 16-летнем возрасте девушка пережила некое ужасное событие во время пребывания в астральной среде. Из-за этого она решила оставить колдовство. Но поскольку она искала замену колдовству, то стучалась во многие неправильные двери. Сьюзан оставила отчий дом и пристрастилась к трансцендентальной медитации наркотикам и алкоголю. Поскольку она часто посещала бары, то в конце концов пристрастилась к заведениям гомосексуального направления и стала лесбиянкой. Здесь двери – трансцендентальная медитация, наркотики, алкоголь, лесбиянство. Сьюзан была блестящей студенткой и продолжала учиться в колледже. Она получила ученую степень по психологии и социологии, после чего стала консультантом одной правительственной программы. Как бы там ни было, но демоны сексуальной извращенности, казалось, удвоили свою активность и ходили с ней рука об руку. Их активность выливалась в насилие. Сьюзан стала замечать, что делается все более и более склонной к нему. У нее бывало много схваток с разными секс-партнерами, поскольку жесткая ревность – обычное дело среди гомосексуалистов. Здесь двери, насилие, беспорядочное, лесбиянская половая жизнь. В 1982 году Сьюзан имела жесткую схватку со своей партнершей лесбиянкой и убила ее. Попала в тюрьму. Убийство было признано неумышленным, и она провела в заключении 25 месяцев. Здесь двери, убийство. Пока Сьюзан была в тюрьме, она сделала несколько серьезных умозаключений. Она решила, что ее жизнь нуждается в перемене. В результате женщина отдалилась от всех, полностью отказалась от алкоголя и наркотиков, отошла также от лесбиянства. Первоначально она была настроена на хорошее поведение. Данное себе слово привело ее к тому, что после освобождения она стала регулярно посещать общество анонимных гомосексуалистов и присоединилась к метрополитен комьюнити Чорч. Это была не христианская церковь, поскольку в ней не принимают слова Божьего во всей полноте. Эта церковь состоит из гомосексуалистов. Из-за своих вынужденных контактов с ними Сьюзан вновь впала в лесбиянство и жесткие драки. То, что произошло у нее с очередной партнершей, стало поворотным пунктом в ее жизни. Однажды вечером, во время перебранки с ней, Сьюзан увидела демона в физическом обличии, который проявлялся через эту женщину. Благодаря своему прошлому колдовскому опыту, Сьюзан правильно определила, что все это значит. Увиденное напугало ее. Она сказала своей партнерше, что та нуждается в помощи. Они не знали, куда обратиться за помощью насчет демона, но несколько дней спустя увидели по телевидению передачу о христианском собрании в палатке, которая находилась неподалеку. Сьюзан сказала партнерше, что нужно сходить туда и посмотреть, не поможет ли кто избавиться от демона. Обе женщины отправились на палаточную встречу, но партнерша Сьюзан закапризничала и ушла в первые же пять минут служения. Сьюзан осталась стоять, с интересом наблюдая за происходящим, так как никогда не была ни на каком христианском собрании. Она говорила мне, что единственная вещь, которая тогда достигала ее разума, это утверждение проповедника о том, что тесны врата и узок путь, ведущая в жизнь, и немногие находят их. Она не знала, что это за путь, но решила найти его. После служения она вышла вперед и встала в молитвенную линию, надеясь спросить кого-нибудь об этом узком пути. Когда проповедник спустился к этой линии, он остановился напротив Сьюзан для молитвы. Он не дал ей возможности задавать вопросы, но вместо этого шагнул, чтобы возложить руку на лоб Сьюзан. Позже люди, которые там были, рассказали ей, что как только быстрая рука проповедника коснулась ее, она судорожно дернулась назад и, сделав что-то похожее на два прыжка, приземлилась более чем за 20 футов от того места, где находилась. Она не почувствовала удара, потому что была без сознания. Так случилось, что эта палаточная встреча была харизматической, поэтому несколько человек собрались вокруг Сьюзан, возложили на нее руки и начали молиться на языках. Когда к Сьюзан вернулось сознание, она говорила на языках. Все эти люди радовались и говорили Сьюзан, что она спасена, освобождена и исполнена Святого Духа. К несчастью, Сьюзан понятия не имела, как нужно спасаться или что означает быть спасенной. Те люди на палаточном служении допустили очень серьезную ошибку. Они полагали, что Святой Дух действует неким таинственным образом, отключая сознание людей и совершая в них правильную работу, пока они не очнулись. Абсолютно неверно. Это демоны отключили Сьюзан и она совершенно точно не была спасена или освобождена. Здесь двери фальшивые языки. Единственный положительный факт во всей этой истории заключался вот в чем. Сьюзан решила, что будто бы она спасена, исполнена Святым Духом, а потому ей нужно обзавестись Библией и найти подходящую церковь. Она и в самом деле достала себе Библию, но никогда не потратила хоть немного времени на чтение, потому что не понимала ее. Она присоединилась к харизматической епископальной церкви и решила ходить прямо. Она посещала церковь чуть меньше трех месяцев, когда была приглашена присоединиться к консультативному совету церкви, но Сьюзен все еще не была спасена. Однако вскоре, благодаря своему опыту в трансцендентальной медитации и гипнозе, она стала экспертом по консультации о внутреннем исцелении через вызывание зрительных образов и самогипноз. Здесь двери, трансцендентальная медитация, гипноз, внутреннее исцеление, зрительные образы, самогипноз. Так как Сьюзен решила ходить прямо, то отважилась вступить в брак для разрешения лесбиянской проблемы. Она вышла замуж за молодого человека, который тоже входил в тот консультационный совет. Этот брак длился всего шесть месяцев, потому что Сьюзен скоро выяснила, что ее муж был высокопоставленным сатанистом и она до смерти испугалась того, что он делал. Здесь двери демоны от мужа, который был сатанистом. После развода она покинула церковь, вернулась к своей старой партнерши по лесбиянской любви, а также к насилию и ссорам. За шесть месяцев до того, как я ее встретила, Сьюзен прочитала мою первую книгу. Так случилось, что во время чтения она приняла Иисуса Христа как своего Господа Спасителя. После чего разорвала отношения со своей секс-партнершей. Через шесть месяцев Сьюзен обратилась ко мне за помощью. Вскоре она была совершенно освобождена. Вы можете думать, что эта история нетипична, но позвольте мне сказать вам, что она типична. Не могу даже перечислить всех людей, с которыми я работала по их освобождению и у которых были аналогичные ситуации. Из истории Сьюзен я получила не только список дверей, но также узнала, что она устанавливала связь между своей душой и духом в результате контактов с духовным миром. Впервые эта связь была установлена, когда ей было 14 лет и когда она начала обучаться колдовству, астральной проекции, а также умению быть медиумом. У Сьюзен была серьезная проблема, проблема пассивного разума, из-за интенсивных занятий трансцендентальной медитацией и самогипнозом. В то время, когда я впервые ее увидела, она с трудом и очень медленно могла выполнять свою работу, так как была не в состоянии контролировать себя продолжительное время из-за того, что ее мозг привык быть опустошенным. В решающие моменты она могла вдруг опустошать свой разум, в результате чего потеряла работу. Привычка к пассивности разума стала наихудшей из тех, с которыми Сьюзен пришлось бороться после освобождения. Вот список ее дверей, а далее я расскажу о том, как мы достигали ее освобождения. Наследственность, в том числе со стороны неизвестного отца, масонство, вызывание мертвых, душевные болезни. Как следует из истории ее жизни, не вызывает сомнения влияние наследственности со стороны отца, которое также было разрушено. Римский католицизм, крещение, конфирмация, причастие, кровосмешение, зверское обращение, беспорядочная половая жизнь в подростковом возрасте, колдовство, пребывание в состояниях медиума, гадание на картах, занятие культом вуду, гипноз, доска уиджи, астральная проекция, трансцендентальная медитация, наркотики, пьянство, беспорядочная половая жизнь лесбиянки, насилие и убийство, дух фальшивых языков, зрительные образы, практика внутреннего исцеления, включающая в себя самогипноз, демоны от мужа, который был сатанистом. Процесс освобождения. Шаг первый. Сьюзан вновь подтвердила свое принятие Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Она особо помолилась о том, чтобы Иисус Христос стал ее единственным господином. Затем она вслух провозгласила для сатаны и его демонов о том, что теперь она слуга Иисуса Христа и на протяжении всей оставшейся жизни не будет им больше служить. Шаг второй. Сьюзан проработала весь список своих дверей. После того, как это было сделано, она проверила каждую в отдельности. Закрытие подобных дверей процедура, состоящая из двух частей. Вот пример. Молитва. Отец, во имя Иисуса я смиренно прошу очистить меня от всего, что я унаследовала от моего отца и матери. Я отказываюсь иметь в себе что-либо от сатаны. Пожалуйста, разрушь эти наследственные связи навсегда. Я благодарю тебя во имя Иисуса. Провозглашение. Во имя Иисуса Христа, моего Господа, я приказываю каждому демону, который вошел в меня по наследственной линии, покинуть меня навсегда. Во имя Иисуса я разрушаю все клятвы вместе и каждую в отдельности, сделанные во время моего пребывания в масонстве и вызывания мертвых, и вместе с ними разрушаю все последствия этого. Я приказываю каждому демону, связанному с масонством и вызыванием мертвых, покинуть меня навсегда во имя Иисуса Христа моего Господа. Молитва Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прошу тебя простить меня за принадлежность к римскому католицизму. Пожалуйста, очисти меня от всех грехов, связанных с этим. Я прошу тебя об этом и благодарю во имя Иисуса. Провозглашение «Во имя Иисуса Христа моего Господа я аннулирую мою принадлежность к римскому католицизму. Во имя Иисуса Христа я приказываю каждому демону, который вошел в меня через католическое крещение, конфирмацию и причастие, а также через другие обряды, которые надо мной могли совершаться, покинуть меня навсегда». Молитва «Отец, во имя Иисуса Христа, твоего драгоценного сына, я прошу тебя простить меня и очистить от греха кровосмешения с моим отчимом. Благодарю тебя за прощение во имя Иисуса». Провозглашение «Во имя Иисуса Христа я приказываю каждому демону, который вошел через мою половую связь с отчимом покинуть меня навсегда». Молитва «Отец, во имя Иисуса, я смиренно прошу тебя о прощении за то, что позволило зверски с собой обращаться. Пожалуйста, очисти меня от этого ужасного греха. Благодарю тебя во имя Иисуса за то, что ты очистил меня». Провозглашение «Во имя Иисуса Христа моего Господа, я приказываю каждому демону, который вошел из-за зверского обращения, покинуть меня с этой минуты навсегда». Молитва «Отец, во имя Иисуса Христа, я прошу тебя полностью очистить меня от многих грехов, которые я совершила, ведя беспорядочную половую жизнь, когда была подростком. Теперь я узнала, что это мерзость для тебя, поэтому я раскаиваюсь во всех этих грехах. Спасибо за то, что ты очистил меня во имя Иисуса Христа». Сьюзен также покаялась за конкретные сексуальные связи с партнерами, имена которых смогла вспомнить. Провозглашение «Во имя Иисуса Христа я приказываю каждому демону, который вошел в меня во время многочисленных половых связей в подростковом возрасте, покинуть меня навсегда». Молитва «Отец, во имя Иисуса Христа я смиренно прошу тебя о прощении за мои занятия колдовством. Я отрекаюсь от всего этого, раскаиваюсь за совершенные и никогда больше такого не сделаю. Пожалуйста, очисти меня от всего этого. Я благодарю тебя во имя Иисуса Христа». Провозглашение «Во имя Иисуса Христа я совершенно отрекаюсь от своего участия в колдовстве. Я приказываю каждому демону, который вошел в меня во время моих колдовских занятий, оставить меня навсегда. Во имя Иисуса». Молитва «Отец, во имя Иисуса Христа, я прошу прощения за то, что позволила использовать себя в качестве медиума и дала демонам возможность говорить через меня. Я смиренно прошу полностью очистить меня от грехов, которые я совершила, когда была медиумом на сеансах спиритизма. Я благодарю тебя во имя драгоценного Иисуса Христа». Провозглашение «Во имя Иисуса Христа моего Господа этим своим провозглашением я отрекаюсь от всего, что связано с использованием меня в качестве медиума. Я приказываю каждому демону, который вошел в меня, пока я была медиумом, оставить меня навсегда и так далее и тому подобное». По такому принципу Сьюзан работала по каждой открытой двери. Она исповедовала вслух свой грех, раскаивалась в нем и просила Бога Отца об очищении. Затем она приказывала демонам вошедшим в нее через эти грехи покинуть ее. Шаг третий. Так как Сьюзан занималась колдовством, была медиумом, делала астральные проекции, практиковала гипноз, трансцендентальную медитацию и вызывала зрительные образы, мы знаем, что она была глубоко погружена во взаимодействие с духовным миром. Она научилась контролировать свое духовное тело, и таким образом осуществлять демоническую связь между своей душой и духом. Когда я имею дело с людьми, имевшими развитые контакты с духовным миром, то побуждаю их после закрытия всех дверей провести генеральную очистку. Генеральная очистка молитва 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 Тебя сделать так, чтобы никто никогда больше не мог контролировать мой дух, кроме Тебя. Я благодарю Тебя во имя Иисуса Христа. Провозглашение. Теперь во имя Иисуса Христа, моего Господа, я приказываю каждому демону, который находится внутри моего духа, покинуть его прямо сейчас. Мой дух больше никогда не будет использован для служения сатане или кому-то из его демонов. Молитва разделение между душой и духом. Отец во имя Иисуса я прошу полностью и навсегда забрать мою способность контактировать с духовным миром каким-либо способом, кроме тех способов, которые мне позволит Святой Дух. Итак, я прошу ныне и навсегда провести разделение между моей душой и духом согласно евреям 4 главы 12 стиха, а также изгнать всех демонов, которые давали мне способность контролировать мой дух и контактировать с духовным миром. Провозглашение Во имя Иисуса Христа Я приказываю всем демонам, связывающим мою душу и дух, что давало мне способность контактировать с духовным миром и делать астральную проекцию, оставить меня навсегда. Молитва разум отец во имя Иисуса Христа я прошу тебя полностью очистить исцелить и обновить мой разум я прошу у тебя прощения за все те случаи когда я умышленно уступала контроль над своим разумом я хочу использовать свой разум чтобы служить тебе и прославлять тебя я благодарю тебя во имя Иисуса Христа провозглашение во имя Иисуса Христа я приказываю каждому демону жившему в моем разуме и терзавшему его покинуть меня навсегда молитва воля отец во имя Иисуса Христа я прошу прощения за то что своей волей я участвовала в таком количестве согрешений я также прошу прощения за то что позволило своей воле стать настолько пассивной что демоны смогли контролировать меня пожалуйста очисти мою волю и пошли свой святой дух чтобы он работал над ней и помог мне желать только того что угодно тебе провозглашение во имя Иисуса Христа я приказываю каждому демону одерживающему или терзающему мою волю покинуть меня навсегда молитва чувства отец во имя Иисуса Христа я прошу тебя простить меня за ненависть и горечь а также за длинный список греховных чувств пожалуйста прости меня за жизнь целью которой было угождение своим чувствам пожалуйста очисти и исцели мои чувства чтобы в дальнейшем они были угодны тебе провозглашение во имя Иисуса Христа моего Господа я приказываю каждому демону обитающему в моих чувствах или терзающему их покинуть меня навсегда молитва физическое тело небесный отец я смиренно и искренне раскаиваюсь во всех ужасных вещах которые я делала со своим телом согрешая против тебя во имя Иисуса я прошу тебя полностью очистить мое тело и исцелить его пожалуйста Господь помоги мне использовать свое тело для прославления тебя и для того чтобы воздавать тебе честь всем что я буду делать я благодарю тебя во имя драгоценного иисуса 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 провозглашение во имя иисуса христа я приказываю каждому демону покинуть мое физическое тело навсегда иисуса связывая демонов иисуса прежнего национальные взлеты только от нее она хотела в большей степени чувствовать радость и растущее желание читать писание а еще оставаться в послушании богу независимо от своих чувств по прошествии месяцев когда сьюзан научилась жить в послушании библии и божьим повелениям независимо от своих чувств ее эмоции начали приходить в равновесие и она перестала испытывать чрезмерные чувственные колебания те кто был переполнен демонами подобно сьюзан должны понять что нужен как минимум год для стабилизации человека после освобождения потребуется время настойчивость и послушание божьему слову чтобы развить в себе способность ходить с господом в вере будьте терпеливы господь произведет большие перемены в вашей жизни но для этого нужно время глава 12 освобождение часть 4 показательные случаи случай второй рон 30 лет рон пришел ко мне со своим шефом который был недоволен тем что тот не мог больше читать библию и молиться кроме как на языках у него у него были продолжительные боли в области живота плохой сон и депрессия он искал помощи в различных церквях в течение последнего года но безуспешно его мать изучила мои книги и просила рона прочитать их сделав это рон позвонил мне и попросила встречи я согласилась и встретилась с ним в этой встрече принимал участие пастор который сотрудничал со мной я хочу еще раз подчеркнуть что никогда не встречаюсь с мужчинами наедине я всегда работаю в паре с кем-то из братьев во христе которые выполняют функции лидеров какого-либо служения далее изложена история рона которую мы узнали задав ему ряд вопросов рон родился в семье христиан которые были миссионерами в мексике он не знал каких-либо проблем с наследственностью поскольку его родители происходили из верующих семей имеющих долгую христианскую историю все шло хорошо до тех пор пока рону не исполнилось 16 лет в это время его родители на год вернулись в штаты мать завела интрижку и брак в результате дал трещину рон тяжело переживал развод родителей и первое время искал бога он принял иисуса христа как своего господа и спасителя у него были глубокие переживания с господом и он стал очень горячим в служении богу чтение библии и молитвы были его радостью примерно через 6 месяцев после спасения рона попросили поехать в молодежный христианский лагерь он поехал и прекрасно провел уикенд лагерь был очень хороший если не считать одного обстоятельства там неверно учили о крещении святым духом в конце последнего служения в лагере которое было очень эмоциональным всем желающим было сделано предложение получить крещение в святом духе разумеется рон хотел этого поэтому вышел к алтарю для молитвы к несчастью людям у алтаря сказали закрыть глаза и поднять вверх руки затем им сказали встряхнуть ими полностью расслабить и перестать их контролировать а также очистить разум и отдать контроль над своим телом и мозгом так сказать святому духу им объяснили что если они поступят так то святой дух сможет свободно войти в них и полностью овладеть ими рон был слишком молодым христианином чтобы разглядеть ошибочность этого учения поэтому старался в точности следовать полученным инструкциям рон рассказал что когда он начал расслаблять руки освобождать свой разум от мыслей то вдруг почувствовал как кто-то трогает его за кисти затем он ощутил сильную энергию которая сошла по рукам в желудок с такой силой что повергло его навзнич на землю он почувствовал как огненный шар который был в желудке поднялся в грудную клетку и парень начал говорить на языках он был необыкновенно обрадован и вернулся домой думая что крещен в святом духе к несчастью Рон выполнил все условия необходимые для того чтобы получить демона через опустошение своего разума и передачу контроля над своим телом через непродолжительное время после визита в тот лагерь кто-то дал Рону книгу о том как слышать Бога когда он говорит с ним там сообщалось что христианин должен опустошить или очистить свой разум от всех мыслей и быть в совершенном ожидании Господа чтобы святой дух мог говорить с ним это разумеется совершенно ошибочное утверждение но Рон принял его за истину ибо это было примерно так же как он начал говорить на иных языках в христианском лагере по мере своих упражнений Рон научился опустошать свой разум очень быстро и многократно испытал эмоциональный экстаз который он воспринимал за присутствие Господа во время этих медитаций Рон получил трех духовных руководителей как вы думаете кем они себя назвали конечно же отцом сыном и святым духом кем же еще могли называться демонические руководители если они имели дело с христианином конечно Рон не догадался кем они были на самом деле он полагал что слышит Господа он имел длительные беседы с Господом и получал много инструкций от тех духов однако Рону бы следовало догадаться что он слышит далеко не Господа когда эти духи повели его в грех они говорили ему что он особенный переворачивали и извращали писание чтобы убедить его смириться со всеми разновидностями греха а это прямо противоположно Божьим повелением Рон поступил в библейский колледж а затем семинарию когда он там обучался его духовные наставники быстренько привели его к порнографии многочисленным половым связям и в конце концов гомосексуализму Рон закончил обучение и стал помощником пастора в одной большой харизматической церкви в Техасе он был молодежным пастором в этой церкви он участвовал в служении людям имеющим внутренние проблемы используя такие приемы как вызывание зрительных образов и управляемое воображение благодаря своей способности опустошать разум и контактировать с духовным миром он стал экспертом в этих вопросах и был весьма востребован в консультационном совете по освобождению он стабильно втягивал все больше и больше молодых людей в гомосексуализм узаконивая всякий раз свои грехи при помощи духовных руководителей примерно после трех лет работы Рона молодежным пастором Бог по своей милости начал трудиться над жизнью этого молодого человека в церковь пришел один брат во Христе и усомнился в Роне сказав ему что его взаимодействие с духовным миром не от Бога Рон был шокирован и не мог допустить возможность того что пребывал в заблуждении затем Рон начал получать обличение указывающее ему что его гомосексуальное пристрастие это грех он решил ходить прямо и жениться Рон начал назначать свидание девушке которая состояла в том же консультационном совете по освобождению эта девушка однако оказалась колдуньей она хотела выйти замуж за Рона и стала забирать его под свой контроль Рон испугался когда обнаружил что она контролирует всю его жизнь он постарался разрушить их взаимоотношения и в это время начались его несчастья каждый раз когда той девушки не было рядом с ним Рон испытывал сильную боль в области живота очень быстро он дошел до того что совсем не мог читать Библию и молиться кроме как на языках испуганный и подавленный Рон сбежал он оставил работу в качестве помощника пастора в церкви и уехал на север в другой штат ища помощи чтобы освободиться от заклятий которая та колдунья наложила на него он ходил из церковь в церковь в течение года не находя помощи мы подробно побеседовали с Роном составляя список дверей для Рона оказалось трудным принять то что трое его духовных руководителей которых он так регулярно слышал были на самом деле демонами мы показали ему при помощи писания что эти три духа проявили свою природу тем что ввели Рона во все виды сексуальных грехов в первое время Рону пришлось честно признать тот факт что Бог не делает каких-либо исключений из своих повелений как это внушали ему духовные руководители Рон помогая 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 ему молиться и вспоминать все эти двери чтобы раскаяться и закрыть их а затем приказать демонам уйти когда Рон молился Господь проделал замечательную работу неуклонно выявляя множество грехов о которых Рон забыл это делалось для того чтобы он мог нам о них рассказать после того как Рон закрыл каждую дверь он пошел дальше и проделал генеральную очистку своего духа проведя разделение между духом и душой душой и телом подобно тому о чем я уже писала в первом случае проделав вместе с ним все это мы были буквально вымотаны каждый издал глубокий вздох облегчения и встал на колени там где стоял Рон заметила я святой дух совершил действительно мощную работу в тебе не прекрасно ли это было когда он показывал тебе сферы греха о которых ты забыл нам рассказать Рон кивнул головой говоря да я предполагаю что это так но все же думаю что ничего в действительности не произошло что ты имеешь ввиду спросила я я имею ввиду что все эти демоны вряд ли вышли потому что я ничего не чувствовал слава богу что он сдержал мое желание свернуть Рон ушею тут же на месте было очень поздно мы провели почти пять изнурительных часов с этим человеком а он видите ли думает что ничего существенного не произошло только потому что не изволил чего либо почувствовать это прекрасный пример той ловушки в которую попадают многие тысячи христиан если они ничего не чувствуют то думают что ничего и не произошло вера не имеет ничего общего с чувствами вот что происходило дальше урона после освобождения был очень тяжелый год он долго требовал эмоциональных вознаграждений и полагал что бог не заинтересован в близких взаимоотношениях с ним так как он не давал ему тех эмоций которые он желал урона по-прежнему были боли в животе хотя не такие сильные как раньше я говорила ему что демоны могут и будут создавать те же самые симптомы снаружи какие они творили изнутри но он вообще не желал терпеть неудобств я убеждала его пройти медицинское обследование что он и сделал врачи не смогли найти у него каких либо физиологических отклонений пастор который помогал мне в освобождении продолжал работать над парнем и в конце концов добился чтобы Рон удержался в хорошей христианской церкви я советовала Рону проводить побольше времени в изучении Библии и запоминании ее текстов я также советовала ему попросить Господа чтобы он говорил с ним только через писание какой-то период времени потому что раньше Рон имел привычку общаться с демонами это был очень трудный год но Рон начал возрастать в изучении писания и принял необходимость хождения в вере после того служения он испытал быстрое освобождение в своей молитвенной жизни и мог уже читать Библию без всяких затруднений он нашел работу и укрепил свою дисциплину через год я потеряла с ним контакт однако знала что в это время боли в животе у него прекратились а сам он стал очень энергично возрастать в господи мое сердце бывает очень ранено когда я вижу какой ужасный урон причиняет ложные учения молодым людям горящим желанием служить господу сколько таких ронов у нас сегодня в церквях думаю мы были бы потрясены узнав реальное их число как сильно все это ранит божье сердце не хватит никаких слов чтобы возблагодарить господа за его терпение и удивительную милость которую он проявляет к нам и таким людям как рон воистину иисус пришел чтобы отпустить измученных на свободу глава 12 освобождение часть четвертая показательные случаи случай третий сэм 18 лет когда я впервые увидела сэма ему было 18 лет он слышал о моих книгах на библейских занятиях которые посещал но когда пришел ко мне еще не читал их он пришел из-за ужасного происшествия случившегося за две недели перед этим он искал объяснения происшедшему сэм находился в своей спальне вечером когда вдруг ощутил ужасную вонь словно отжженно серы два огромных демона вошли через пол его спальни и появились перед ним они сказали ему что он вовсе не христианин хотя и думает так они сказали что фактически он служит сатане и что тот требует чтобы сэм подписал своей кровью контракт отдав сатане тело душу и дух демоны заявили что пришли сообщить сэму следующее он должен доказать свою верность и послушание сатане через убийство преподавательницы основ библии сказав все это демоны исчезли так же неожиданно как и появились сэм вначале подумал что все это ему приснилось но происшедшее было слишком реальным для сна он поведал об этом своей преподавательнице а она посоветовала ему обратиться ко мне это будет слишком мягко если сказать что сэм был потрясен случившимся до этого визита демонов он вообще не верил в их существование и конечно не мог предположить что они явятся к нему совершенно очевидно что в истории сэма было нечто большее чем единичный визит демонов я хочу снова подчеркнуть что вы не должны ограничиться поиском одних лишь симптомов или судить по отдельному происшествию истинная причина подобного всегда коренится глубже я попросила сэма рассказать о своей жизни настолько детально насколько он сможет вспомнить вот его история сэм родился в семье христиан он рос в очень строгом христианском доме и посещал только христианские школы в возрасте пяти лет сэм пережил посещение Иисуса и призыв проповедовать Евангелие результатом этого стало то что сэм собирался стать пастором все шло хорошо до тех пор пока сэму не исполнилось пять лет неожиданно к своему ужасу он стал испытывать очень сильное гомосексуальное желание сэм никогда не подвергался сексуальным приставаниям не интересовался порнографией или гомосексуализмом какого-либо вида он не слушал рок-музыку не посещал кинотеатров и даже телевизор смотрел редко сэм знал из слова божьего что гомосексуализм является мерзостью для господа он не осмелился никому рассказать об этой проблеме потому что не знал никого кто мог бы такое понять сэм в одиночку боролся со своими гомосексуальными желаниями он никогда не вступал в половые связи подобного вида чем больше он сражался за то чтобы оставить свои желания тем казалось труднее было этого добиться в возрасте 15 лет сэм пошел высшую христианскую школу гомосексуальные желания постоянно росли с такой интенсивностью что сэм впал в глубокую депрессию из-за этой проблемы представлявшейся ему неразрешимой он стал получать плохие отметки хотя до этого учился очень хорошо после года обучения в этой школе сэм был настолько подавлен что пытался совершить самоубийство приняв большую дозу таблеток его доставили в больницу без сознания но все же спасли сэм пошел к пастору своей церкви для консультации но не смог заставить себя рассказать пастору правду о своей проблеме попытку самоубийства посчитали результатом стресса возникшего вследствие трудностей первого года обучения в новой школе когда начался второй год учебы сэм пристрастился к алкоголю пытаясь справиться со своей депрессией поскольку алкоголь уничтожил сдерживающее начало в сэме тот начал пробовать вступать в гомосексуальные связи он ненавидел свои поступки зная что это плохо но остановить себя не мог его жизнь стала бесконечной чередой раскаяния и воплей к богу о помощи усиление депрессии поскольку помощь не приходила пьянство в попытке справиться с проблемой самостоятельно новых гомосексуальных связей а потом очередного цикла вины и раскаяния это продолжалось раз за разом последние три года учебы сэм заметил что сразу после первого гомосексуального контакта он вдруг почувствовал склонность к насилию и с большим трудом справлялся со вспышками слепой ярости раньше у него никогда не было трудностей из-за склонности к насилию он обнаружил что мысли об убийстве кого-нибудь подолгу заполняют его мозг это было нечто такое чего сэм раньше никогда не испытывал оно усиливало чувство вины депрессию пьянство и весь порочный круг его устремлений после окончания школы сэм был зачислен в христианский колледж где планировал учиться чтобы стать пастором он порвал связи со своими гомосексуальными партнерами на все лето перед колледжем и начал усиленно изучать библию в попытке положить конец своей проблеме демоны появились перед ним в августе за месяц до того как он должен был отправиться в колледж выслушав историю сэма я поняла что мы стоим перед двумя главными проблемами демоны конечно вошли в сэма через попытку самоубийства пьянства и гомосексуальной связи но откуда гомосексуальные желания появились в первый раз ясное дело от демона внутри сэма но что явилось дверью вторая проблема была вот в чем сэм испытал в жизни ясный призыв бога но из всего им рассказанного я не могла даже с уверенностью заключить что он спасен не могу даже сосчитать всех людей из числа приходивших ко мне для консультации которые выросли в христианских семьях и посещали церковь всю свою жизнь но тем не менее не были спасены они только думали что это так лихо беда начала я бросила сэму вызов скажи сэм если бы тебе случилось сейчас умереть куда бы ты пошел на небо или в ад он помедлил немного и ответил задумчиво ну я полагаю что в ад таково было и мое заключение сэм не был спасен как я и предполагала я продолжала свои вопросы скажи мне сэм ты дал тем демонам ответ сэм покачал головой нет я хотел сказать им что никогда не буду служить сатане но не смог не понимаю почему понятное дело сэм имел демоническую зависимость брат христианин с кем я тогда работала над сэмом никогда не сталкивался с фактом демонической зависимости предшествующей спасению поэтому я побуждала сэма рассказать побольше чтобы наглядно показать суть происходящего сэм сказала я выбери прямо сейчас кому ты собираешься служить собираешься ли ты служить сатане или наоборот ты намерен служить христу сэм беспокойно поежился рвека я хочу выбрать но сейчас не могу в самом деле не могу я встала и вручила сэму маркер для письма на доске которая висела в офисе затем подошла к доске и другим маркером провела линию посередине доски сверху вниз на одной стороне написала слово сатана а на другой иисус затем я обратилась к сэму ну вот ты знаешь писание лучше чем любой 18-летний юноша из тех кого я когда-либо встречала я хочу чтобы ты записал все за и против в отношении служения сатане и служения иисусу а после этого сделай выбор сэм подошел к доске и начал одну за другой писать цитаты из библии ему не понадобилось много времени чтобы исписать всю доску когда он закончил повернулся ко мне и сказал ответ очевиден в служении сатане вообще нет никакой пользы окей сказала я теперь прими решение сэм кому кому ты собираешься служить сэм удрученно сел на свое место я хочу выбрать иисуса но не могу о это бесполезно я не способен принять решение это не так сэм чего ты не можешь осознать так это того факта что демоны буквально связывают тебя не позволяя принять Христа ты связан практически с самого детства ты знаешь что был призван Иисусом Христом на служение на самом же деле никогда не был в состоянии сделать Иисуса своим Господом и Спасителем не так ли сэм кивнул да это правда я даже не мог сказать об этом кому-либо в семье или в церкви они все знали что Иисус посетил меня в пятилетнем возрасте они также знали что я призван проповедовать как я мог сказать им что еще даже не спасен никак не мог пасторы сколько в ваших общинах людей отягченных подобными проблемами я умоляю вас пасть на свое лицо перед Господом и признать это затем обратитесь к людям дайте им знать что такие проблемы существуют поэтому пусть не боятся рассказывать вам о них далее я попросила брата христианина помогавшего мне помазать Сэма елеем взять власть над демонами внутри него и связать их во имя Иисуса Христа он сделал это брат Джек еще не успел закончить молитву как Сэм вскочил со стула упал на колени и слезы потекли по его лицу он все плакал и плакал умоляя Иисуса простить его и омыть все грехи своей драгоценной кровью он просил Иисуса Христа стать его Господом спасителем и главой говоря о своем желании посвятить ему всю свою жизнь Сэм некоторое время исповедовал перед Господом свои грехи могу определенно сказать что он стал с пола уже другим человеком когда Сэм стал действительно спасенным мы начали искать коренную причину его проблем Я встречала в своей практике такое явление когда демоны сексуальных грехов которые были унаследованы детьми или же помещены в них поднимали свою ужасную голову при достижении детьми половой зрелости когда половые гормоны начинают действовать у детей в возрасте 12-14 лет поднимаются и демоны чтобы овладеть своими жертвами это было именно то что случилось с Сэмом у него не было каких-либо дверей открытых в детстве которые нам удалось бы обнаружить тогда мы обратили свое внимание на наследственность мать Сэма была христианкой не в первом поколении но совсем другое дело с его отцом до своей женитьбы на матери Сэма у него было множество половых связей хотя Сэм ничего не знала о каких-либо гомосексуальных наклонностях своего отца мать Сэма была помолвлена с его отцом зная что он не был христианином в итоге за день перед свадьбой она сказала своему нареченному что если он не примет Иисуса Христа вечером того дня то наутро следующего дня никакого бракосочетания не будет тот сделал исповедание веры но хорошо бы знать насколько оно было искренним Сэм сказал что брак его родителей не был удачным но насколько он мог судить его отец не имел никаких связей на стороне он регулярно посещал церковь хотя и без особого энтузиазма отец вот источник дурной наследственности Сэма затем Сэм прошел через исповедание всех дверей отрекся от тех демонов которые вошли в него через них напомню какие это были двери наследственность попытка самоубийства пьянство гомосексуализм насилие мой опыт говорит как я уже писала ранее что насилие и убийство идут рука об руку с демонами гомосексуализма я не знаю почему такое происходит но это факт после того как Сэм закончил отрекаться от демонов я сказала ему Сэм есть еще одна неоконченная часть работы на которую следует обратить внимание он вопросительно посмотрел на меня что это такое ты еще не дал прямого ответа на требование тех демонов и самого сатаны служить им на лице Сэма появилась ухмылка он вскочил на ноги вы правы воскликнул он сатана и твои демоны я никогда не буду служить вам сколько бы я не прожил я теперь слуга господа и буду служить ему всегда во имя драгоценного Иисуса Христа моего господа я приказываю вам оставить меня отныне и навеки я поддерживала общение с Сэмом в течение двух лет после его освобождения он продолжал бороться со своими гомосексуальными побуждениями и мыслями демоны помещали их в его разум извне он погрузился в программу запоминания текстов писания и энергично дисциплинировал свой разум пленяя всякое помышление в послушание Христу битва была нелегкой но Сэм возрастал в Господе и не впадал ни в пьянство ни в гомосексуализм с тех самых пор когда получил освобождение я воздаю славу Богу за его чудодейственную работу в жизни Сэма я могла бы написать целую книгу подобных историй однако мне кажется что эти три истории могут дать вам хороший пример того как достичь освобождения к тому же я написала отдельную главу об освобождении тех кто был вовлечен в сатанизм и еще я кратко коснусь здесь некоторых других вопросов рассказал Продолжение следует... 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 Продолжение следует...